Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, кто спешит, тот сразу уходит, кому не надо мудрость, кому не надо наши исследования, все, уходите, ищите себе какие-нибудь телеканалы, чтобы вам лапшу на уши повесили очередной. Ну, а тем, кому нужна правда, добро, здоровье, благословение, радость, оставайтесь со мной. Итак, чашечка, у кого чай, у кого кофе, у кого другого какого напитка, может быть, какао, сейчас зимой, когда где-то холодно и морозы, кстати, у нас последние два дня были морозы до минус двух и даже до минус трех ночью. Ну вот, в морозные вечера так приятно выпить какао с молочком козьим. Итак, я провела исследование и попросила написать, кто может на моем канале за кто, а кто против вакцины. Ну, мне интересно, мне интересно именно правда. Плюс ко всему я опросила всех своих знакомых, всех своих друзей, каких только нашла, каких только застала в телефонном режиме, кого только смогла опросить, что у меня вышло. Дорогие мои, я даже не ожидала. Ну, во-первых, были кто хочет, были кто не хочет, но процентное соотношение. Например, вот Олечка Белая, вы можете прочитать, за 6 декабря было мое видео, называется «Х болезнь – супер новость». Советую всем послушать. И вот Олечка Белая пишет «Я категорически против вакцинации», не объясняя ничего, просто вот такая фраза. Кто-то писал так «Я против прививаться, так как не уверена результату, как будет и могут быть, какие могут быть осложнения». Это написала Карлыгаш Садыгулова. Дальше, разные, разные были совершенно разные сообщения. Ну, Мариша Хаскина написала «Я категорически против вакцинации». Мне очень важно ее мнение, все-таки Мариша у нас медик, Мариша у нас очень непростой человек. Очень непростой. Я видела, как она работает, и я наблюдала за ней. Даже она не видела, когда я за ней наблюдала, и у меня есть видео, и как она и массажи делает, и как она на биоэнергетическом уровне работает. Это вообще уникальный человек. Как она боль сняла на наших глазах у одной женщины. Это уникальный человек. Марина Хаскина, запомните. И вот она пишет «Я категорически против вакцинации. Вирус мутирует в каждом заболевшем. От чего и что будут прививать?» Задает Марина Хаскина вопрос. Эта девочка, ну, девочка, ну, конечно, девочка, живет в 21+, живет в Германии. Она видит, и она непосредственно общается с больными людьми. Она лечит. Поэтому она пишет «Я категорически против вакцинации. Вирус мутирует». Если она там так пишет, то, конечно, она меня наводит на разные мысли. Дальше Нателлочка написала. Вот. Но она не написала «За» или «Против». Она просто написала «Аминь». И вам, Катенька, и вашей семье, и всей интернет-семье здоровья, пожеланий Божьих благословений в миллион раз. Мы принимаем Нателлины благословения. И много-много других интернет-сестричек, и даже интернет-мальчишки присоединились. И это очень приятно. Очень приятно. Потому что, ну, когда одни, наш, как говорится, женский, нет, леди, лединый батальон, это одна вещь. А когда еще и джентльмены, а у нас джентльмены, потому что материться у нас нельзя, джентльмены. Вот. Смотрите, сейчас я найду. Вот Ниночку вижу, Елену Муханову вижу. Она тоже пишет, что X-болезнь мутирует. Так, Милена Сара просто написала, нет, Вера Челари. Я категорически против, и моих детей не доверю. Вот что пишет Верочка Челари. Но боюсь, что Верочку Челари в соц каких-то учреждениях могут не... Вот главное, чтобы без нашего ведома не смели наших детей вакцинировать. Вот это для меня важно. Не знаю, как для кого. Для меня это важно. Дальше. А потом... Татьяна Заверзаева пишет, и я против вакцинации, не доверяю. Лидия Смолко, нет, 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 пишет. Мария Андричук, доброго времени суток. Всем спасибо за информацию. Я категорически против, пишет Мария. А в Африке заболевание почему-то не попало на... Не странно ли это? Я не знаю, таких... Такую информацию не изучала, ничего сказать не могу. Большинство нет. Когда я провела вот эту всю... Спасибо, во-первых, за участие. Провела подсчет, то только вдумайтесь, просто вдумайтесь. 90% из моего подсчета, 90% против, 10% из них где-то 3% категорически, да. Не категорически, нет, а категорически, да, 3%. Но при этом они озвучили, чье производство должно быть. И большинство из них склонны к западному производству вакцины. А остальные такие поживем, увидим, посмотрим, как и, возможно, сделаем. Посмотрим на результаты. А вы не думайте, что на вас результаты и будем смотреть. Вот об этом задумайтесь. И смотрите, что... Нашла я, не нашла это. Я поставила всем, кому успела прочитать, поставила всем сердечки свои. Это значит, я ознакомилась с вашим ответом. Ну вот Наиля Камалова, например, написала. Я буду делать вакцину, только российскую от Вектор, она безопасная. Так считает Наиля. Видно, она уже проверила, на своих знакомых увидела. Прошел год, два, три. Она увидела результат. Через 3-4 года не разрушена печень. Все замечательно. Все в порядке. Вот как... Я тоже, вот, знаете, поражаюсь. Я удивляюсь, на любую вакцину должно как минимум пройти несколько лет, чтобы увидеть, а на вашу репродуктивную систему, не повлия ли она, на вашу печень, а как с кровью, с мозговой деятельностью. Наблюдать надо годами. Год, два, три за вакциной. Не неделю, две, месяц, три. Год, два, три наблюдать, что с человеком происходит. Тем более, когда, как пишет Мариша Хаскина и другие интернет-сестрички, мутирует. Вот на какую тему я рассуждаю сейчас. Что пишет нам Татьяна Яновская? Она пишет, от такой прививки я отказываюсь, нет гарантии, что эта вакцина не даст побочных действий для человека. А может, эта вакцина вообще не нужна. Природа и человек очень тесно связаны, пишет Татьяна, между собой. У человека своя защита выработаться должна. Мы одно из чудес природы. Мы творение Божье. Я добавляю, Татьяна Яновская. Так вот, вот такое есть мнение. Мы должны адаптироваться. Вот Юлечка с Москвы пишет, категорически нет, не верю прививкам, вообще от них только зло. Так, дальше. Раиса Мазур, тысяча раз нет. Островок добра не буду. Прививаться однозначно, написала Мария Худык. Не, Тамара Острова, мне 72. Прививок не делаю и не буду. У меня пятеро детей. Детей и внуков стараюсь приобщить к здоровому питанию. Профилактики заболеваний у нас достаточно для этого продуктов и трав. Очень много беру из ваших видео, спасибо. Пишет Тамара Остра. Тамарочка, пусть Господь Бог благословит вас на долгие-долгие годы. Пусть Господь Бог благословит ваших деток, внуков. Дай Бог вам здоровья. Наталья, на данный час ни. Вот такие ответы на данный час ни, как написала Наталья Ломагина, я вот в эти 10%, чтобы вы понимали, поместила. Потому что категорически, да, я буду делать очень мало. О, ну вообще. Поэтому вот такие, какие на данный час ни, а потом да, я поставила в 10%, да, и у меня получилось 10%, 50-50, но согласны, как бы, и 90% ответили нет, ни мы, ни своим детям, ни своим родным и близким, если непринудительно одна написала нет. Ириночка Деченко пишет. Катенька, добрый день, я живу и работаю в Бельгии, и работаю в доме для престарелых. Я буду делать вакцину, и у нас медработники обязательно должны прививаться. У меня сейчас сынок болеет этим вирусом. Перенесла дочь и я с уважением и любовью Ирина. Ириночка, пусть Господь Бог исцелит вашего сына сейчас немедленно именем Иисуса Христа, поскольку в 2.24 написано «Ранами Иисуса мы исцелены, Ира». Провозглашайте эту фразу из 1 Петра, глава 2, стих 24. «Ранами Иисуса мы исцелены». Я уверена, что ваш сын пошел на поправку. Мы провозглашаем это над вашим сыном и над всеми болящими детками сейчас, чтобы сейчас же, в данный момент, начиналось и шло исцеление их. Аминь. Именем Иисуса. Итак, Таисия Лузана, вот видите, пишет. И вот интересно, да, Ирина написала, что я буду делать вакцину, у нас медработники обязательно должны. Это Бельгия. Вот то, чего я больше всего боюсь. У нас медработники обязательно должны. Вот я боюсь тех стран и те вещи, которые сейчас по всем странам, вот, например, Бельгия, да, сейчас, обязательно должны. Вот меня это, не то, что я боюсь, нет, я с Богом, впереди меня армия ангелов идет. Кто только позарится протянуть свою гнилую руку в мою сторону, сразу получает по руке, и причем очень жестко, это я знаю. Но дело в том, что вот это обязательно должны, давайте на этом остановимся. Все вот эти комментарии, которые, из которых я читала, и которые вы, еще раз говорю, за 6 декабря 2020 год, Х-болезнь, как называется, сейчас вам скажу, видео называется, кто захочет, прочитай. Х-болезнь, супер новость. Так вот, вакцинировать, только задумайтесь, обязанность, если это привязывать в любой стране, то ли в бывших странах Савдепии, они вообще очень любят вот это, хвататься за обязанность, или вот сейчас Бельгия, хватаются. Вакцинировать работников социальной сферы, вот как пишет, да, учителей, медсестер, врачей, кого там, барменов, официантов и так далее. А если они не хотят, то что? А они здоровы, они себя хорошо чувствуют, у них прекрасный иммунитет, они всю жизнь занимаются мудро, подходят к своему здоровью, и поэтому их не берет никакая инфекция, повторяю, никакая, причем они живут с Богом. И вот они не хотят, что их не допустят к работе, мягко выражаясь, их уволят. А теперь ответьте мне, пожалуйста, а что это такое? Как это действие называется? Если я творение Божье, когда я пришла в этот мир, тогда и страны назывались по-другому. Многие из них уже распались, и их нет. Деревья одни цвели, другие уходили в небытие. Столько всего прошло. Реки поворачивались спять, плотины пробивались. Когда мы родились, когда мы вышли на этот свет, помогли нам в этом мама, папа и Господь Бог. И вот сейчас какая-то тетя с дядями, я не знаю, что они там все придумали. Я не знаю их планы. Они мне говорят, нет, мы хотим воткнуть в тебя эту иглу, влить неизвестно что, и ты будешь прекрасно, я сейчас прекрасно чувствую себя, я не хочу. А, не хочешь, тогда ты не будешь работать. Что это такое? Это, я называю, решение прав выбора. Нету выбора у меня. Почему? Потому что перекрывает источник заработка, перекрывает источник питания, перекрывает источник существования людей. Это насильственная, получается, практика. Я сделаю глоточек, чтобы не хлюпать вам, на стоп поставлю. И я не знаю, под вакциной, под этой вакциной, непонятной этой жидкостью, что вольют. И как это что-то будет влиять на мою жизнь в дальнейшем, через год, через два, три, через пять, на мою печень, на мою кровь, кровь разносится повсюду, на мой мозг, на все. Как оно будет влиять? Я не знаю. Это я могу узнать только через годы, во что выльется та или иная прививка, так называемая, вакцина. Нет, я не против вакцинации. Нет, не надо вот так вот вешать. Я не против. Я же говорю, от полиэмилит это даже просто замечательно и другие там. Я не против. Я не против прививок, но я против того, чтобы вот так массово, массово и масштабно управляли нашей жизнью. Вот я против этого. Мы такое уже проходили, поэтому я против этого. и дело это уже набирает масштабный оборот и становится смыслом, обязанностью, смыслом жизни, обязанностью. Да кто, извините меня, вы такие, чтобы обязывать меня к этой операции проводить? Сегодня вы мне сделаете вакцину насильно. Я не знаю, что это за акцин, но вы ее можете называть как угодно. Я не знаю и я не хочу знать. Я нормально себя чувствую. Замечательное, здоров, здравие, прекрасно, еще лучше, чем когда-либо, в какие-либо годы. Я не знаю, что это такое. Я категорически против. Сегодня нам вольют что-то, завтра у меня скажут, обязана отдать почку, обязана, иначе на работу не придешь. Послезавтра еще что-то. Я не знаю, как повлияет эта вакцина на мое сердце, на мои почки, на мою печень и на мой мозг. Я не знаю. Я категорически также к этому отношусь настороженно. А вообще против прививок и вакцин я ничего против не имею. Но тут, за такой короткий период, я вообще-то много имею вопросов по отношению к тому, что сейчас происходит. Так что для меня это такая, знаете, думаю, изуродованная масса жизни потом, до неузнаваемости, уже проходили. Проходили. Именно мой брат родной попал под такую вот вещь, как заразили его сепсисом. Пошла реакция на глаза и он ослеп, мой младший брат. Благодаря медицине, благодаря медикам. Я не хочу, я не верю, я к этому вообще отношусь сейчас. Очень и очень. Осторожно, особенно, когда вот так прямо напором идет со всех сторон. Вот берем, как я зачитала, девочку, нашу интернет-сестричку из Бельгии. Медработника, я так поняла. Вы видите, да, что просто обязаны все медсестры обязаны. Как обязаны? Если она прекрасно себя чувствует. Я отвечаю за свою жизнь сама. Не надо мне говорить, что я обязана. Я сама знаю, что, как я хочу. Не надо мне навязывать, как вы хотите. Я знаю, что я здоровее буду, если до меня никто дотрагиваться не будет. Я не желаю ничьих игол и никаких жидкостей в своей крови. Дальше. Сергей Свидерский написал просто четкое свое нет. Еленочка Петросова написала всем добрый день, Катюша, спасибо за видео, я против прививки. Вакцина еще слишком сырая, пишет Елена Петросова. Вот Елене Петросовой только сейчас еще не хватало влить еще какую-то жидкость. Леночка, солнышко мое, я прошу вас, я прошу Господа Бога излить на вас столько здоровья, чтобы все ваши клеточки исцелились, чтобы все ваше здоровье восстановилось, чтобы процесс исцеления немедленно происходил каждой вашей клеточки. Вам и так столько химии делают, и столько вы поддаетесь вот этим всем, что но мы за вас всегда молимся, всегда, Леночка, еще вам только лишней вакцины не хватало. Дальше Галина пишет. Галина Кондратюк, добрый день, Катюша, спасибо за очень интересную информацию, давно подписана на канал, часто слушаю, очень много полезного узнаю. Я против прививок, пишет Галина Кондратюк, любого производителя, всего вам доброго, и вам всего доброго, пусть Бог благословит вас. И я еще прошу великодушно прощения, что я не все комментарии читаю, на самом деле я их прочитала все, и всех, которые я прочитала, я везде поставила свои сердечки, абсолютно везде. Вот, и видела, что и Светочка, и Хуторская, и Гончарова, и другие Светланки, все поучаствовали, все написали. Тоже вот пишет Ярослава Топи, она пишет, что я не хочу, я хочу каким-то образом улизнуть от прививки, но в Испании это тяжело, если ты в группе риска, то тяжело уйти от прививки. Вот, видите, в Испании тоже настойчиво требуют. Так, дальше. Наталья Вайс пишет, что сейчас первое место занимает Нерзенхом, и почти там пожилые люди, и там хотят в первую очередь делать вакцину людям после 50-ти. Потом военные и врачи делают вот такой вот как бы эксперимент. И там моя подруга работала, в общем, в таком заведении. Она уволилась, боится Бога, и за правду ее уволили, написала мне Наталья Вайс в этом же видео. Почитайте, там очень много интересных сообщений. Тоже Ирина Косилова сказала, я против. Айше Меджитова написала, конечно, нет. Пишет, что в Евпатории есть санаторий для больных деток. Многие из них стали инвалидами после прививки. Ну вот я тоже Айша, я тоже говорю, вот Айше Меджитова, я тоже говорю, мой младший братик точно пострадал из-за медиков. Дальше. ТВ Джи, я против вакцинации, Катя, по поводу Монту подтверждаю ваши слова. Дочери после роста Монту ставили диагноз вакционной аллергии. Нас заставили делать сериографию и ничего не нашли. Писала отказы от прививок, столько нервов. Да, вот мы с вами вместе. И я писала постоянно. Так, Лариса Романовская, не верю этим прививкам, это все туфта, пишет Лариса Романовская. У меня дедушка и бабушка жили без прививок, дожили почти до 90 лет. Я думаю, что это уничтожение людей, пишет Лариса Романовская, не я. Хватит вам делать над нами опыты, говорит Лариса Романовская и насиловать нас. Сделайте прививку, чтобы люди не болели и не умирали, а не такую, которая убивает. Дальше пишет всем здравия и благополучия, всем спасибо за передачу. Так, и вам дай Бог здоровья. Катерина Краснощекая пишет, что, ну, благодарность и пишет, что она тоже против. Наталья Андреевска, она пишет категорически против. Вот. А, Людочка Рус, я хочу американскую модерн. Вот, вот, со словом я хочу Людочка пишет. Смотрите, как Люда пишет, я хочу американскую модерн. Смелая. Видите, какая Людочка у нас смелая. Ну, ладно, Людмила, вы делайте, мы за вами понаблюдаем года три, четыре, пять, потом решим. Хорошо, Людмила, все. Ну, я боюсь вас, так вот, говорить, благословлять с Богом, но вы смелые, поэтому я скажу с Богом, пусть Господь Бог сбережет вас. Хотя, надо еще и с мудростью обязательно, Людочка, давайте, с Божьей мудростью, пусть вам попадется именно та прививка, которая самая-самая хорошая, самая настоящая, поэтому с Богом. я смотрю на ее комментарий, а не сюда, а благословляю комментарий. Людочка, благословляем вас, с Богом, потом будете рассказывать нам свои ощущения. И вот Людмила тоже сюда попала, то есть очень мало, очень мало людей попало, всего лишь вместе с теми, которые 50 на 50, я их тоже сюда прибавила, это 10%, представляете, это ничто. И как вот это нету свобода выбора в общении, то есть людей массово заставляют делать против их воли что-то, какая-то кучка. Вот мне это непонятно. Владислав пишет, большой такой длинный комментарий, я зачитываю, почему х болезнь, он меня спрашивает. Владислав, потому что когда я называю этой болезнью, эту болезнь так, как она называется, тогда блокируют видео. Объясните мне, пожалуйста, почему YouTube так делает. Объяснить я не знаю, почему. Как только я называю вот так, как она называется, все идет моментально. Поэтому х болезнь, Владислав, вот так вот я решила назвать. Назвала этот вирус шагающий по миру х болезнью. Все, потому что ну она икс, для меня она вообще икс, для меня она большой-большой икс, вы меня поняли. Дальше пишет Владислав, напомнила мне знаменитую писательницу Джордж Роулинг, шикарная писательница, очень ее люблю, которая в своей книге одному из персонажей дала имя, после его деяний никто не мог называть его имя. Ну, вообще такие вещи испытываются годами, а у нас, ну сейчас про прививку речь идет, а у нас как быстро все сделали, либо это было заранее, либо будут побочки, понимаете, информация удаляется, та, которая несет просвещение и правду, пишет Владислав, и скоро YouTube пострадает, это лично мое мнение, пишет Владислав, его засорят так, что среди этой кучи не разберешь, где правда и где ложь, вот поэтому я говорю, дорогие мои, ни в коем случае, если вы видите, что прошел какой-то телевизионный канал и какая-то передача и знаменитые трансляторы, такие как Птичий помет и другие в YouTube, ставьте, блокируйте их, убирайте их, не смотрите их, потому что они опять начнут работу с вашим мозгом, не платят за это большие деньги, понимаете, YouTube, это была изначально платформа для любого, для любого простого человека, взял камеру и пошел, говорили так, все, что видишь, снимай, рассказывай, показывай, делись своим сердцем, обнимайся, люби друг с дружкой, делись всем самым приятным, хорошим и замечательным изначально, но потом пронюхали телевизионные каналы и стали влезать, подождите, дайте хоть одну платформу для людей, для того, чтобы мы могли поделиться своей информацией, своими рецептами, домашними, своими мыслями, домашними, приземленными, неподготовленными, и вот пишет дальше Владислав, вот он и правильно пишет, не разберешь, где правда, а где ложь, также страдают и другие информационные порталы, например, в Турции запретили Википедию, так как там была сказана правда, и так везде, когда людям открывают глаза, снимают розовые очки, найдутся те, кто запретит это делать, на ютубе пока информация такого характера удаляется, как это было с Википедией в Турции, поэтому видно с таких каналов, как Кэтрин Докс, я бы даже сохранял, пишет Владислав, Владислав, молодец, умничка, точно, нужно мою информацию сохранять, особенно там, где рецепты, это я вам точно говорю, точно, про соду, про то, про мое питание уникально, сохраняйте их для себя и для своих деток, и для будущего поколения, для чего? Для того, чтобы жить в радости, в любви, благословении и в здоровье, это ж так приятно, дальше пишет Владислав, все проверяется и мониторивается, и контролируется, поэтому прививка, прививки, это очередной контроль, я с ними согласен, себе я не сделаю прививку, пишет Владислав, в последнее время я даже не ставлю от гриппа, и ответ очевиден, а я вообще, Владислав, никогда от гриппа не прививался, вообще, дальше, я только иммунитет повышаю от гриппа, вот как только начинается что-то с лета, когда заканчиваются ягодки, я тут же перехожу на имбиротерапию мощнейшую, и чем я сейчас занимаюсь, начала питаться, в ближайшем видео покажу, просто невозможно объять необъятное за одно видео, дальше пишет Владислав, себе я не сделаю прививку, так это было, и ответ очевиден, я знаю людей, которые поставили себе все прививки от гриппа, и перенесли его в тяжелейшей форме, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, также и с х болезнью, даже может и хуже, никто ведь не знает, как это испытывал, и сколько, и какие реакции, никто нам правду не скажет, а как было на самом деле, мы не знаем, а если скажут правду, и она будет отрицательной, это будет удалено, так что нашей Кате, не просто снимать такие видео, которые спасают, спасибо ей за это, спасибо вам огромнейшее, Владислав, за вашу поддержку, и духовную, и физическую, вы не пожалели времени, и написали такой длинный комментарий, дай Бог вам здоровья, благословения, дальше, Элиночка Алексеева тоже написала, что она прививки ставила, прививки ежегодно против гриппа не ставим, пишет Элина, а прививаться ли от новой инфекции, еще не решили, вот Элиночку я тоже поставила в те 10%, вот, так что имейте это в виду, Катерина Ковачева сказала, я против такой вакцинации, в принципе, как и против вакцинации гриппа, так, Светлана говорит, Атамашку, я бы не хотела прививаться от Х болезни, антитела образуются на 4, 4, 6 месяц, а потом надо опять прививаться, но вот я вот этих мелочей не знаю, и таких точностей я не знаю, Ирина К. написала, что я бы воздержалась пока, поэтому, как она написала пока, я ее тоже, Иришу, поставила в те 10%, потому что многие, я знаю, прочитают внизу комментарии, увидят, сколько людей участвовало в этом, и скажут, а где же, где же эти 10%, что здесь нету даже 5%, но я объяснила, я объяснила, что те, которые вот так вот, не твердо, а может, может, нет, может, да, так прямо твердо ответили только несколько человек, мы же не можем сказать, что это там 1% или 2%, вот те, которые между, между, они сделают, их принудят, их заставят, поэтому я их тоже туда, потом социальная сфера, кто работу терять свою не хочет, вот на них так тоже надавят, заставят массово покориться, и предоставить свое тело для так называемой прививки от их болезни, тоже они предоставят свое тело. Другие подневольные, я уверена, что тюрьмы, пострадают заключенные, всегда молитесь о заключенных, всегда, потому что это самые бесправные люди, ой, вы сейчас скажете, да, там преступники, никогда нельзя так зарекаться, не зарекайтесь, очень многие сидят, совсем не преступники в тюрьмах, многие сидят, преступники многие сидят во главах и ворами беспросветными являются, и не факт, что они когда-либо сядут, хотя Гаагский суд близок, близок, у меня хорошая новость, очень много матерей пишут и добиваются до рассмотрения вопросов, объединения матерей у нас тут, потому что Гаагский суд стучится к кому-то уже скоро в дверь, в бункерскую дверь или в дверь их дачи, мы не знаем, но Гаага не за горами, не за горами, так что так. И, пожалуйста, те, кто придумал вот это вот действие, если, не дай Господь, это афера с х-болезнью, не дай Господь, вот смотрите, сколько времени прошло, я изучаю много-много источников, и я до сих пор нахожусь в недоумении, можете называть меня недоумком, ничего, я согласна, возможно, я недоумок, потому что я в недоумении до сих пор. Ну, а я люблю вас, здоровья вам, благословения вам, всего вам самого-самого хорошего, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok